Всем привет! Решил я немного разнообразить подборки всякого из Китая, чтобы вам было интереснее, и собрал для вас 10 нестандартных предметов для пассивной самообороны, которые в состоянии предотвратить опасные травмы, а также помогут убежать или позволят выиграть время, чтобы дождаться прихода помощи. И в конце видео по традиции будет конкурс, приятного просмотра! Брелок-сирена для девушек Самым простым способом повысить уровень собственной безопасности будет использование компактной сигнализации, выполненной в виде брелока с кольцом для крепления к ключам. В небольшом корпусе яйцевидной формы разработчикам устройства удалось заключить мощную сирену на 120 дБ, работающую от батареек. Громкий звук сигнализации, активируемый единственной кнопкой, способен отпугнуть нападающего и привлечь внимание окружающих. Благодаря наличию нескольких ярких цветовых вариантов устройство в большей степени подойдет для девушек и детей. Модная мужская куртка с защитой от ножевых порезов. Мнение о том, что защищенные предметы гардероба это тяжело и некрасиво, частично опровергает факт существования модной и стильной городской курточки, обладающей впечатляющими защитными свойствами. Ее притягательный внешний вид никак не отражает ее внутренней сути, которая выражается в гарантии надежной защиты от порезов ножом и другими острыми предметами. Кроме того, ветровка обладает влагозащищенными свойствами, отлично защищает от ветра и не мнется. Изготавливается она из полиэфирной ткани толщиной 2 мм и весит 1,3 кг. Разгрузочный вассерманский жилет с защитой от холодного оружия. А если немного пожертвовать стилем в угоду практичности, то лучшего варианта, чем этот защищенный вассерманский жилет не найти. Множество карманов позволят носить с собой полный набор EDC предметов и даже немного больше. При этом владелец всего этого имущества будет надежно защищен от мелкого холодного оружия, например ножей и бритв. На теле жилет застегивается при помощи молнии, а с внутренней стороны содержит утепляющую вставку. Общий вес изделия составляет 1,5 кг. Доступна жилетка в размерах от M до 4XL. Защитный рукав из аромидных волокон. Защитить руки от порезов и осколков стекла можно при помощи гибких рукавов, изготовленных из аромидных нитей, усиленных мелкой стальной проволокой. В развернутом состоянии длина рукава составляет 35 см, а его диаметр 11,5 см. Изделие крайне рекомендовано тем, кто профессионально занимается ножевым боем, а также работником, занятым на механических опасных производствах. Сам по себе защитный рукав обеспечивает лишь локальную безопасность и наиболее эффективен в сочетании с другими предметами для защиты шеи, плечевого пояса и голени. Защита шеи и плеч. Усиленный плечевой пояс предназначен для защиты от опасных ранений, которые могут быть получены из-за применения ножей, топоров и других вариантов холодного оружия. Накидка оборудована миниатюрными рукавами, которые обеспечивают надежную фиксацию на теле. На груди она крепится при помощи липучки, что позволяет легко настроить ее под нужный размер. Весь изделие при этом невелик и составляет всего полкилограмма. Внешний слой пояса изготавливается из приятного на ощупь нейлона. Баллистический бронешлем. Для тех, кто серьезно опасается, что против него может быть применено огнестрельное оружие, подойдет более суровый вариант пассивной защиты. Благодаря усиленной кевларом вставке, этот баллистический бронешлем поможет уберечь голову от прямых попаданий и рикошетов мелкокалиберных патронов. Внутри изделия предусмотрены мягкие подкладки, а на голове бронированный головной убор крепится с помощью настраиваемых по длине ремней. Предусмотрена также поддержка подворотка, что гарантирует надежную посадку даже в случае активных действий, бега, перекатываний, прыжков и падений. Пуленепробиваемый лицевой щиток. Отличным дополнением к бронированному шлему будет прозрачный лицевой щиток, который отлично справляется с задачей защиты области лба, глаз и носа. Щиток также является бронированным и способен уберечь наиболее уязвимые части лица от попаданий мелких пули осколков. Толщина стекла составляет 2,2 см, а общий вес приспособления 1,45 кг. Крепится щиток поверх шлема. А это у нас круглый щиток на руку. Еще более серьезный вариант защиты. Это небольшой металлический щиток способен отразить не только ножи, но и вещи потяжелее, различные дубинки, бейсбольные биты, а также камни, резиновые пули и арбалетные стрелы. Данный вариант щита имеет круглую форму диаметром 52 см и весит около 3,5 кг. Толщина стали составляет 2,2 мм. Для удерживания в руке с внутренней стороны приспособления имеется деревянная ручка, а также ленточный фиксатор на липучке, который позволяет не потерять щит, даже если кулак будет случайно разжат. Бронированный щит. Самую высокую степень пассивной защиты можно обеспечить только с помощью полноразмерного бронированного щита, способного выдержать целый шквал из камней, бутылок и пуль. В данном варианте предусмотрено сразу две ручки. Основная твердая и дополнительная гибкая для точной настройки положения щита в руке. Кроме того, здесь же имеется длинный ремень для крепления поперек тела, общая длина пластины 90 см при ширине в 52 см и толщине 6,2 мм, а в верхней ее части предусмотрено прозрачное окошко для оценки и контроля окружающей обстановки. Использование такого щита требует хорошей физической подготовки, поскольку его вес составляет около 4,5 кг. Складная палка щуп для защиты от змей. Наконец, опасность представляют не только злоумышленники, но и опасные животные. Если от собак можно защититься при помощи отпугивателя, то для того, чтобы избежать укуса змеи, следует воспользоваться механическим манипулятором, выполненным в виде складного щупа. Управление его зубчатыми клешнями осуществляется при помощи курка на рукоятке. Таким образом, змею можно осторожно взять щипцами и поместить ее в безопасное место, где она не сможет причинить вреда окружающим. Изготовлено приспособление из стали и в разложенном состоянии обладает длиной в 100 см. Ну как вам эти устройства? Как думаете, помогут они вам защититься от хулиганов или это все фигня? Напишите в комментариях. Ах, ну и условия конкурса с призом 300 рублей. Поставьте лайк, подпишитесь на канал и напишите в комментах, какими видами спорта вы занимались, либо занимаетесь. Я, например, занимался плаванием, туризмом и рукопашкой, а вы? Делитесь этим роликом с друзьями, если он был для вас интересным и полезным. Я буду вам очень благодарен. Спасибо за просмотр и хорошего вам дня!